Что говоришь? Всем добрый день, доброе утро. Цветы, цветы. Навезли гиацинтов больших, кактусы цветные. Вон там Леша с переломанной рукой. С перевязанной, вернее. Да, ребята, еще хотела показать. Привет! По акции идёт полотенце и прихватка. 79 рублей. Да. И расцветки разные. Вот, смотрите, снегирь. Все купили себе новогодние? Ты кому-то обзор делаешь? Обзор, да. Потом вот эти вот тоже полотенца классные, новогодние. Новогодние, но они мягкие. Кого? Новый год уже закончился. Ну, распродажи. Всё равно с Нового года всегда что-то остаётся. Да. Что у нас со скидкой? Магнитики. Набор для стуки всего 299 рублей. Привет! Что тут? А еще навезли у нас вот таких зайцев. Полисборников огромные. По 900 рублей. Очень большие. Прикольные такие, няшные. Еще где-то у нас там медведи есть. Да, кстати, они еще в коробках тоже лежат, и надо их выложить. Может, у меня будет время потом свободно, хотя я к этому отделу вообще не отношусь. Тоже они огромные, разных цветов. Ну, просто для интереса помогу им. Да, еще мне надо будет все эти плакаты разложить. Присла целая стопка на месяц, и которые аукционные. Так, я снова вернулась к вам. Что-то дел-дел-дел дофига. Так, сегодня у нас устроил вот этот Леша. Немножко на видео у меня был. Вчера, значит, меня с утра шарашил. Значит, пришел на работу, на кухне, написал заявление на увольнение. К вечеру у него заболела рука. Показывает. Ну, я вижу, как будто, как будет, как синяк вот здесь у него. Я поеду в травму. То есть, опять у него какие-то куча болячек. Думаю, только-только все вышли с больничного. Уже график составила нам. От работы не хочу. И все какая-то фигня, блин. Вот, честно. Ну, это уже ясно, что он, что он не хочет работать. Вот, ходил бы по больничным. Ручка заболела, то заболела, все заболело. Я такая, да нафиг такой работник. Вот, честно. Ладно. Вечером такси вызываем. Он говорит, ты везешь у меня, типа, это... Первый, говорю, больницы. Я говорю, ну, ладно. А потом, ну, как бы, мой адрес. Вечером звонит, мне наложили гипс. Какой-то, что-то у него там наростыш. Так я не поняла, короче. И сегодня весь день. Ой, болит. Ой, болит. Я уже отвернусь не могу, блин. Ну, ты что такое? И такой сегодня мне выдает. Ты мне отпустишь полдевятого? У меня рука болит. Я говорю, нет, у тебя сегодня полный рабочий день. Ты хочешь сказать, что останусь я и кассир вдвоем? Когда мне надо снимать будет кассы и КСО, относить в кабинет сюда, считать деньги. А она одна останется? И закрывать вот эти, ну, там, как холодильники, вот эти жалюзи вечера. Я говорю, нет. Что это за поблажки? Я вообще в шоке. Уже, господи, скорее бы он... Скорее бы он уже ушел. Честно. Такие работники, блин. Нафиг не нужны. Так, что мне тут подзависло? Что-то сегодня суета, суета. А тут к нам эти переехали... Ну, короче, у нас в квартире, ну, у нас в квартире по перегородке и эти соседи были. Они купили квартиру, все сделали ремонт, немного пожили и в другом месте, короче, живут они. Эта квартира стоит на простой. Потом они сейчас пустили своих родственников. Ну, там, как молодая пара. Вот. В принципе, у них родители живут тоже там, рядышком, через дом. Ну, таджики. Ага. И такие, главное, от квартиры у них ключи есть. По-моему, даже от перегородки есть. А от входной двери, которая в подъезде, у них нету. Они такие, пашки, говорят. А вы не дадите нам ключи там от подъезда? Здрасте. Идите, заказывайте. Сколько вам там? 200 рублей этот чип стоит или сколько? Такие, слушайте. Я говорю, вообще такие продуманные, блядь. Ужасно. Мы сами заказывали по 150 рублей, что ли, отдавали за чип. Я сейчас не знаю, сколько они стоят. Так, что-то у меня этот завис. Что у меня завис? Кошмар. Мне не надо цветную бумагу. Вот так вот. Все такие умные, блин. Силы нет. Вчера сидела, распечатывала памятки. То есть, у меня вторая же, как сказать, началась. Второй этап учебы. Так, главное, у меня учеба до 3 апреля. Второй этап. Ну, там, в принципе, меньше по объему. Ну, вот памятки скачивала здесь на работе. Думаю, ладно, пригодится. Жалей, что в первом этапе не скачивала памятки. Ну, в принципе, там можно запросить инструкцию скачать. Ну, мало ли там что-нибудь. Вот. И пишут. Елена Владимировна, типа, у вас... Как они написали-то? Медленная... Медленная... Типа, короче, по учебе медленная активность, вот. Я такая, ничего, так, в принципе, у меня до 3 апреля. Ну, и вчера сидела здесь. Тоже проходила на рабочем столе, ну, на работе. Было время. Завтра 3 человека придут на собеседование. Надо, чтобы тоже к нам на кассу пришли. Пока все эти разгребла вот эти плакаты на весь месяц, на весь март скидки пришли. И, тем более, мы их складываем, то есть, по числам. Там, допустим, есть за первое, за третье число, там, с 15 по 16. На 16 число очень много акций. И надо друг за дружкой, как по числам. Потому что первый плакат сверху достаешь, ну, допустим, там, сворачиваешь, потом в другой день другая акция, чтобы вот так никак попало. Она же тоже мнется, рвется аккуратно с ними. Так, кстати, мне многие написали, что тоже близнецы вот эту активность любят. Я говорю, я бы дома, ну, 3 дня, 4 дня. Потом я уже, ну, ничего не охота, ничего не надо. То есть, нет вот этой активности в жизни. Да, было бы прикольно, если, допустим, ну, там, такая какая-нибудь лайтовая работа, легкая. Денег ляжки жмут, как говорится. Ездить отдыхать там без конца куда-нибудь. Да, я вот это тоже люблю, там, мы раньше тоже с Пашкой, еще Анька тоже, ну, такая, там, первый, второй, третий класс. Сейчас катались постоянно. Сейчас, конечно, финансы, все это финансы. Вот, дай бог, дай бог, и потом скоро поедем отдыхать куда-нибудь. Поэтому я и работаю. Что я говорила-то? Мы даже выбирали отели, чтобы были большие отели. Вот, ну, других блогеров посмотришь. Ой, нам нужен там тихий, уютный, ну, как сказать, допустим, отель, да? Ну, нифига, блин. Я, наоборот, выбирала такой, чтобы такой большой движуха, так много людей где. Ну, то есть, чтобы не скучно, потому что Пашка тоже любит попиздить, потрещать, блин. И я тоже, как бы сказать, и на людей посмотреть, и вот, чтобы такая активность была. Прикольно тогда ездили, ну, наша семья и Славкина семья. То есть, еще Вероничка маленькая была. Да, годик ей был. Тоже, как бы нам, вот, у нас своя компашка не скучно было. Блин, вот тогда бы эти блоги их не снимать им там каждый день. Вот они там каждый день квасили, как вечер. Славка там водки тоже понабрал с Пашкой. Ну, они в магазины ходили, это в Финляндии взяли, в Мегроси. Ну, в Турции мы вместе ездили. Вечером к коктейльчику. Там вот бухали каждый день. Там приколюхи были всякие. Ну, дай бог, дай бог, и вместе опять куда-нибудь поедем. Вот. И тоже выбирала большой, чтобы отель был, территория большая, чтобы не скучно было. Вечером дискач. Ну, короче, классно было. Вот. Ладно, ребята. А то влог затянется надолго. Все, мои хорошие. До завтра. Я завтра на два выходных. У меня вообще стоит по графику до 10-го числа 2-2. Но я хочу планировать в какой-то день выходной свой посвятить. Ну, естественно, потом по часам проставим. Детское питание. То, блин, там надо срок досмотреть, как бы все попроверить и поправить полки. Вот. Вот. Но у меня почему-то даже самые руки чешутся. Я бы в течение дня бы сделала. Но то меня на кассу зовут. Ну, короче, некогда. Ну, то, что всего два кассира. Бывает, им надо чем-то помочь. Там еще новенькая же у нас. Вот. Ладно, мои хорошие. Все. Всем спасибо, что со мной. Я с телефона снимаю сегодня. Вот. Все. Всем пока. Вот у нас Алексей. Интересный сотрудник. Падает постоянно. Падает постоянно. То у него гипс, то на руке, то на ноге. Чего? Зато приходит работать. Ну, что? Даже с собой. Ты пошла? Ладно. Что еще расскажешь о себе? Иди сюда. Он чем только не занимается. Он... Карты... Таро. Так. Карты Таро. Таро. Эзотерика. Что еще? А, ездил на программу. Иди сюда. Как? На какую программу? На какую ты ездил в программу? Не ездил, а прошел кастинг. Кастинг прошел. Ой. На телевидении это... Как называлась передача? Бичинка со съемцингом. Бичинка со съемцингом. Бичинка со съемцингом. Представляете? Ну, отказался, когда узнал, сколько стоит это все. Что-то около полляма, да? Только, чтобы тебя... Еще хочу показать барбекю-гриль. Смотрите, он такой не маленький. С одной стороны колеса. Колеса. Да. Закрывается. Смотрите, вот так чик. Здесь вот всякие прибамбасы тоже. Там решетки. Еще всякие детальки. Ау. Иду. Тут деревяшка. Гиацинты, забыла сказать, они по восемьдесят девять рублей. Их уже хорошо берут. Ну, покупают. Еще хотела показать акцию по магнитикам, электронным. Ну, и так, бумажным. Одеяло. Различных размеров. Полторашкой. Двухспальная. Вот такие покрывала, кстати. Приятные такие на ощупь, как и вафельные. Подушки. Семьдесят на семьдесят. Семьсот рублей. Их, кстати, очень хорошо берут. Я не успеваю. Не успеваю со склада доставать. Потому что они приходят, смотрите, вот в таком сплющенном состоянии. То есть в упаковке прям много-много штук. А когда целлофанку вот эту вот так раз ножиком поддеваешь, они потом, ну, как надуваются. То есть без воздуха. Хорошо разбирают. И вот такие пятьдесят на семьдесят подушки. И вот такие пятьдесят на семьдесят подушки. Спасибо, что со мной. Скажите, а у вас такой в магните продают? Все. Всем пока, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok.